Резисторы, сопротивление которых 1,5 кОм, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного напряжения 15 В. Найдите силу тока, проходящую через каждый резистор, и сопротивление цепи. Для начала запишем данное. Сопротивление R1 равняется 1 кОм. Переведем C в Ом. Это 10 в 3 Ом. Сопротивление R2 равняется 1,5 кОм. Переведем C. Это 1,5 на 10 в 3 Ом. Напряжение цепи Ом равняется 15 В. Найдите силу тока E1. Найдите силу тока E2. Найдите общее сопротивление цепи. Р общее неизвестно. На рисунке напишем закон Ом для участка цепи. Сила тока E, прямо пропорциональному напряжению и обратно пропорциональному сопротивлению. Эту формулу нужно знать. Для начала найдем общее сопротивление цепи. Сопротивление R1 и сопротивление R2 подключены параллельно. А значит, чтобы найти общее сопротивление, мы должны воспользоваться формулой параллельного соединения. Тогда у нас получается 1, деленное на R общее, равняется 1, деленное на сопротивление 1, плюс 1, деленное на сопротивление R2. Преобразуем, приведем к общему знаменателю в правой части. Тогда 1, деленное на R общее, равняется сопротивление 2, плюс сопротивление 1, знаменатель сопротивления 1, умножить на сопротивление 2. Выразим отсюда общее сопротивление. Тогда у нас получается, что R общее равняется сопротивление 1, умножить на сопротивление 2, знаменатель сопротивления 2, плюс сопротивление 1. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда R общее равняется... ...посчитав, получаем 600 Ом. Найдем силу тока на первом и втором сопротивлении. Для этого воспользуемся законом Ом для участка цепи. Сила тока E1 будет равняться... ...напряжение на первом разделить на сопротивление R1. Так как у нас соединение параллельно, оттуда следует, что напряжение на параллельных участках цепи одинаковое. Таким образом, напряжение на первом это 15 вольт. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем 15 на 10 минус 3 Ампер. Переведем в милиампер. Это 15 милиампер. Найдем силу тока на втором. Сила тока на втором это напряжение на втором, то есть напряжение на параллельном участке цепи, деленное на сопротивление второго. Также подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда у нас получается... Посчитав, получаем 10 минус 2 Ампер. Переведем в милиамперы. Это 10 милиампер. Запишем ответ. Общее сопротивление цепи равно 600 Ом. Сила тока на первом сопротивлении равняется 15 милиампер. Сила тока на втором равно 10 милиампер. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. Не ставить большие пальцы вверх.